Ну что ж, всем привет! Сегодня 16 мая 2020 года, меня зовут Денис, я живу в Коста-Рике и сегодня решил совместить приятное с полезным, записать, пробежаться и записать видео с актуальными новостями за прошедшую неделю с 11 по 15 мая о Коста-Рике. Итак, в понедельник, 11 мая 2020 года президент Коста-Рики Карлос Альварадо и министр здравоохранения Даниэль Саллас заявили о втором этапе смягчительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. И сейчас подробно расскажу о том, какие меры приняты на этот раз. Начиная с 16 мая, то есть с сегодняшнего дня, с субботы, в Коста-Рике открываются пляжи, но открываются они только с 5 утра до 8 утра. На самом деле очень странно, я, честно говоря, не понял эту новость. Почему 3 часа только и так рано? Эта мера, кстати, продлится до, сейчас скажу, до 13 июля 2020 года. То есть еще 2 месяца, по сути, пляжи будут оставаться закрытыми. Ну или кто желает, пожалуйста, с утра. Следующий пункт открываются национальные парки, но только на 50% от номинальной вместимости. И открываются не все парки в этот раз. Все основные, насколько я понял, открыты. Открываются вулканы Расу, Ореналь, Пуаз, Монтеверде парк, Мануэль Антонио точно открывается. Но опять же на 50% только. Следующее, что сказал президент, что с 1 июня будут открыты, как я понял, все остальные парки. Ставку делают на местных туристов, то есть на костариканцев в основном. Это я еще рассказывал в предыдущем видео. Пока что непонятно, как это будет работать, какие стимулирующие меры будут приниматься к этому. Я говорил о программе, но пока что этой программы я не видел, не знаю. Может быть появится в следующих новостях какая-то информация, я ее расскажу. Все бесконтактные виды спорта разрешены, они открыты. Также разрешены и открыты контактные виды спорта, но с единственной оговоркой пока что они будут проходить без зрителей. То есть будет продолжен чемпионат по футболу в Коста-Рике, но все это пока что без зрителей. Открываются отели, небольшие отели с номерным фондом не более 20 номеров и тоже пока только на 50%. Было объявлено еще о транспортных послаблениях. Теперь эта мера будет действовать с 10 вечера до 5 утра. Насколько я понял, у меня нет машины, я уже рассказывал в предыдущем видео. Насколько я понял, передвигаться на личном транспорте с 10 вечера до 5 утра нельзя. Раньше ограничения касались, по-моему, 4 часов дня, то есть 4 часов нельзя было выезжать. И плюс у нас здесь в Сан-Исидро выезжать можно было только по определенным числам номера. То есть четные и нечетные, определенный день выезжают машины с номерами с четными, а другой день с нечетными. Сейчас они решили ослабить немножечко эти меры и разрешили передвигаться до 10 часов на личный транспорт. Следующий пункт. Рестораны, кинотеатры, торговые центры, театры. Все это при соблюдении мер, при имеющихся санитарных разрешениях разрешено открывать в течение дня до 10 часов вечера. Я проехался здесь у нас в районе по Парис-Солидону в округе и увидел, что действительно открываются кафе, открываются ресторанчики. В них достаточно много сейчас посетителей. Я не увидел единственное соблюдение какой-то социальной дистанции. Правда, на входе стоят таблички, которые говорят о том, что нужно мыть руки, соответственно, перед тем, как пройти в ресторан, сесть за стол. Это да, это есть. Остаются закрытыми все массовые мероприятия, пляжи, по сути, остаются закрытыми, дискотеки. Все, что где много-много скапливается народу в одном месте, это все, конечно же, остается закрытыми. Все эти меры будут пересмотрены в начале июня. Соответственно, все это будет зависеть от статистики. Наш спортзал, в который я хожу, еще в прошлый раз им разрешили работать на 25%. У нас продлили расписание, теперь спортзал работал с 5 до 7 вечера, сейчас он может работать до 10 вечера. Соответственно, абонементы, которые были оплачены до этого, восстановили. Сейчас мне уже не нужно будет платить каждый раз за занятия. У меня, мне ребята сказали, что там осталось еще много оплаченного, поэтому я просто сейчас записываюсь на любой день. Пять дней в неделю можно теперь записываться в любой день. И, соответственно, трачу свои оставшиеся деньги, которые были оплачены еще до коронавируса. Меня, конечно же, наверное, как и всех костариканцев и иностранцев, живущих здесь, в Кострике, радуют такие новости о том, что снимаются постепенно ограничительные меры. Здесь не так много заболевших, не так много смертей. Об этом я и рассказывал еще в прошлом видео. И сейчас на экране появится список, где-нибудь добавлю его здесь, о том, какие планируются последующие действия по смягчению коронавирусных мер. Сейчас вы видите, они распланировали правительство совместно с Министерством здравоохранения, распланировали эти меры вплоть до августа. Все это видно сейчас на экране. Можете поставить на паузу и почитать. С пресс-конференции мы закончили и переходим к следующим новостям. Помимо пресс-конференции были и другие новости на этой неделе. И сейчас расскажу о самых главных. Итак, с 26 мая 2020 года в Кострике официально будут разрешены однополые браки. На этой неделе 26 депутатов выступили против вступления этого законопроекта в силу. Они ссылались на то, что им не хватило времени для более детального изучения этого вопроса, рассмотрения этого законопроекта. Они сослались на то, что занимались больше реформами финансовой системы и последствиями уже, соответственно, коронавирусной инфекции. В 2018 году в январе Межамериканский суд по правам человека постановил о том, что все подписавшие соглашения, вот это, латиноамериканские страны, должны легализовать однополые браки. Это касалось не только Кострике, на самом деле это касалось многих других стран Латинской Америки. И в этом постановлении говорится о том, что в демократическом обществе люди, само общество, светское и религиозное, они должны существовать вместе в мире и не должны мешать друг другу. Соответственно, в том же 2018 году в августе Верховный суд Коста-Рики постановил, что вот этот запрет на однополые браки является неконституциональным. И дал 18 месяцев законодательному собранию на то, чтобы отменить этот акт, соответственно, или он будет отменен автоматически. Сейчас, 26 мая, настает вот этот срок, и законодатели, соответственно, вот обратились с таким посланием. Но в газетах обсуждают и дают там пометки юристов о том, что, скорее всего, на 90% этот закон будет принят именно 26 мая. Коста-Рика вступает в новую реальность, где однополые браки будут, соответственно, легализованы очень скоро. К ветру добавился гром, поэтому немножечко ускоряемся. У меня еще есть несколько интересных новостей, и одна из таких новостей следующая. Итак, на сайте, официальном сайте миграции Коста-Рики, администрации миграции Коста-Рики, появилась информация о том, что все иностранные граждане, туристы, въехавшие после 19 декабря 2019 года, и им продлялись автоматически, соответственно, эти визы, штампики, штампы до 18 июля 2020 года. Это я говорил еще в прошлом видео, плюс продляется на этот срок автоматически драйверская лицензия, то есть водительские права. Буквально вот на этой неделе появилась информация о том, что миграция Коста-Рики продляет этот срок до 18 августа 2020 года. Напомню, что никуда обращаться не надо, ни в какие миграционные офисы, отделы ходить не нужно, это продляется автоматически, никаких санкций за этим не последует, соответственно, никто, кто живет здесь вот таким же образом, как я, не волнуйтесь, все это будет автоматически продлено, и никакого наказания за это не последует. Я добавлю информацию, вот здесь где-то сейчас появится с официального сайта миграции Коста-Рики, можете почитать. Вот такие у нас пейзажи, речушечка небольшая протекает здесь. Надеюсь, что в этой речке нет крокодилов, хотя Коста-Рика достаточно-таки населена этими животными в полной мере. Во многих реках Коста-Рики можно увидеть крокодилов, здесь живут одни из самых больших крокодилов вообще в мире. Наверное, после аллигаторов американские крокодилы, насколько я точно знаю, огроменные в метро по 4. Переходим плавно к следующей новости. На этой неделе наркополиции Коста-Рики был задержан груз в размере 750 примерно килограмм в Коста-Риканском порту Лимония на Карибском побережье. Спрятали в мешках солью, в 26 мешках соли нашли, соответственно, который прибыл из Колумбии, из города Картахена. Кстати, это не единичный случай, только на этой неделе это уже, по-моему, второй официальный случай. Еще один случай, кстати, также был в Лимоне. Прятали в апельсин, в ананасовом соке, который предназначался для экспорта в Европу, в Голландию, по-моему. А вообще, с начала 2020 года наркополиции Коста-Рики было изъято порядка 8 тонн. Представляете, это достаточно такая большая сумма, большое значение. И, соответственно, здесь это имеет место быть, это тоже такая достаточно большая проблема костариканская. Но это всем знакомо, это обсуждается. И Коста-Рика борется с этим как можно. Следующей новостью на этой неделе стала новость о том, что Коста-Рика запросила панамериканскую организацию здравоохранения о том, чтобы организация предприняла какие-то действия, направленные на Никарагуа, связанные с тем, что Никарагуа не принимает никаких мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По официальным данным, и это можно увидеть даже в данных Яндекса, в Никарагуа официально всего лишь 25 заболевших, заразившихся, 25 случаев, из которых всего лишь 7 смертей от коронавируса. По неофициальным данным наблюдательных организаций в Никарагуа более 1000 заболевших и около 200 смертей. В Никарагуа не просто не было принято никаких мер по борьбе с коронавирусом, но еще ко всему этому Даниэль Артега сказал о том, чтобы люди, наоборот, собирались и проводили массовые мероприятия. Вот так. Ну что ж, на этом все. Будем заканчивать. В конце прикреплю статистику, потому что видео я монтирую уже на следующий день, и появляются обновленные данные, поэтому я их буду просто прикреплять, а рассказывать о них в самом видео не буду. Кстати, Министерство здравоохранения Коста-Рики называет основными факторами риска для пациентов с коронавирусом курение и гипертонию. Поэтому бросаем курить, начинаем заниматься спортом. Кому нравится такой формат новостей ставим пальцы вверх, комментируем, подписываемся на канал. И на этом все. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok